Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Желание много живой Турции проявить способность устроиться на многотабулиточной позиции давно забавляет не только Россию, но и весь мир. Ее ничему не научило подстояние в бесконечной очереди в ЕС, которую переписывают, начиная с 1987 года. Теперь она пробует одновременно занять две очереди – в БРИКС и в ШОС. Однако это единственное отличие от 1987 года. По большому счету ничего радикального в политике турок не произошло. Они как пытались усидеть на всех стульях сразу, в поисках самого удобного для своего выводящего устройства места, так и не оставили этих попыток. Хотелки собрать все бонусы от Запада и глобального юга пока оборачиваются, для Эрдогана только потери доверия с обеих сторон. Никаких политических и экономических преференций не получено. Мечта турок о новом неосманском будущем становится все более призрачной. Экономические проблемы нарастают, политические козыри превращаются в прах. Поэтому сегодня турки так или иначе встают перед выбором, быть или не быть в лидерах мирового преобразования. И здесь не удастся втащить свою худосочную на две табуретки разом, так как западный стул и стул глобального юга разъезжаются в разные стороны с чудовищной скоростью. Турки постарались сделать громкое заявление в Китае по поводу своего решительного выбора в пользу БРИКС. Там глава турецкого МИД сказал прямым текстом – БРИКС может предложить Турции хорошую альтернативу Евросоюзу. Запад окрысился на Анкару и вылил на нее все свое негодование таким опрометчивым поступком. Турки через пару недель уже подписывают бумазейку в Швейцарии, от которой все страны БРИКС отмежевались и сказали свое громкое. Начинают всячески тормозить параллельный импорт в России, усложняют систему расчетов между странами. Ставят заграждения на импорт нашего зерна и так далее. Где логика Эрдоган? Так вы хотите в БРИКС или нет? Метание турок уже длятся шесть лет. Впервые о своем желании присоединиться к организации турецкий лидер объявил в официальном выступлении на саммите БРИКС в Яханьисбурге в 2018 году. Владимир Путин тогда ответил ему, что Турцию смогут принять в 2022 году. Но ветер перемен дует в разные стороны и флюгер турецкой политики тут же изменил направление и взяли паузу на вступление в БРИКС. И вот теперь гадания турок подошли к тупику. БРИКС вырос и укрепился, Запад теряет свою монопольную власть, торговля с Россией приносит все больше и больше дивидендов, а с другой стороны участие в НАТО и полная зависимость в проявлении политической воли от США. Турки решили не изменять своим привычкам и поставили свои фишки сразу на красное и черное. Они прекрасно понимают, что перед ними открывается окно возможностей. За странами БРИКС будущее. Это доказывает и очередь на вступление из 50 государств, и экономические показатели, и скорость развития. Но отказываться от печенюшек Запада они пока не готовы. В этом они видят сиюминутное решение своих насущных проблем. Все эти танцы с бубнами прекрасно видят в России. Оценка дается каждому шагу и каждому решению политической верхушки Турции. Наши наглядно показали своими действиями, что дают туркам еще пару шансов на осознание реальности. Мы продолжаем превращать Турцию в крупнейший газовый хаб, это и в наших интересах. Заканчиваем строительство АЭС и ведем переговоры о следующей площадке для решения проблем в энергетике турок, раз атом захватывает важнейший плацдарм. Ну, а пока, чтобы дать им осмыслить точку над и поставил глава МИД России Сергей Лавров о поступивших заявках на членство в БРИКС, он заявил, что абсолютным большинством голосов стран и участниц БРИКС принято решение постановки на паузу всех заявок на вступление в организацию. Париж готовится принять Олимпиаду. Наших с национальными флагами и гимном там, естественно, никто не ждет. Тем, кто очень хотел, предложили приехать под белым олимпийским флагом, подло назвав его нейтральным. Большинство наших отказалось ехать, но, разумеется, нашлись и те, кто с удовольствием возьмет в руки белоснежное полотно. Итак, по имена сайта Международного Олимпийского комитета. Диана Шнайдер Екатерина Александрова Алексей Коровашков. Приглашение принято. Захар Петров. Приглашение принято. Олеся Ромасенко. Приглашение принято. Плавание. Евгений Самов. Приглашение принято. Нет, мы не будем их ругать, потому что это бессмысленно. Им все равно. Просто мы все должны знать их имена. Дело полезное, потому что когда они захотят занять руководящие должности в околоспортивных структурах России, а они непременно захотят или подсесть на рекламный в том числе и коммерческий гос. Контракты, их сегодняшние поступки не должны быть забыты. Раз уж они птицы мира с белоснежным полотном, то пусть зарабатывают там, а не здесь. В этом году намечается очередная Олимпиада, которая якобы не имеет политического окраса. Тот факт, что МОК уже выпустил обязательные требования к спортсменам из России, наши западники как-то ловко обходят стороной. Ведь не должно же быть никакой дискриминации в теории. Все равны, но некоторые, видимо, ровнее. И как в головах любителей Запада уживается одновременно желание быть униженными и любовь к своей. У меня лично понять не получается. Как по мне, в принципе, люди, поддерживающие сейчас участие наших спортсменов в грядущей Олимпиаде, слегка утратили связь с реальностью. И ладно бы речь шла о простых людях, но ведь некоторые наши чиновники одобряют все это. Министр спорта заявляет, что нельзя ни в коем случае игнорировать такие мероприятия. А почему, собственно, нельзя-то? Я даже знаю, какую опять нам в десятый раз расскажут сказку. Люди готовились, ребята старались, и это их шанс. Немецкие СМИ раскрыли тайный сговор по Северному потоку-2, в котором приняло участие высшее руководство Германии, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц. Методы оказались не самые этичные, а цена предложения – миллиард евро. Немецкое издание Handelsblatt сообщило о тайном сговоре высшего руководства Германии по Северному потоку-2. По данным источника, в него пытались втянуть и администрацию президента США Дональда Трампа еще в 2020 году, однако не вышло. Четыре года назад, когда нынешний канцлер ФРГ занимал должность министра финансов, произошел тайный сговор, Олаф Шольц предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда газопровода Северный поток-2. Задокументировано, что Шольц неоднократно оказывал влияние на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против Северного потока-2. Особенно на своего коллегу министра финансов Стивена Внучина, потому что тот был ответственен за тематику санкций, рассказывает издание. В качестве доказательств источник приводит выдержки из письма Шольца, адресованного министру финансов США в администрации Дональда Трампа. Олаф Шольц предлагал инвестировать 1 миллиард евро с немецких налоговых отчислений в приемные терминалы для американского жиженного природного газа на северном побережье Германии. Условие. Вашингтон снимает санкции с Северного потока-2. Издание уточняет, что американцы полностью отвергли предложение будущего канцлера Германии. Помимо самого Шольца, в тайном сговоре, по информации источника, принимали участие и другие высшие должностные лица ФРГ на данный момент, а тогда – члены правящей социал-демократической партии Германии. Речь идет о нынешнем президенте Вальтере Штейнмайере и действующем премьер-министре федеральной земли Миклинбург, переднее помирание Мануэле Швезик. В мае газета «Зюдойчи Цайтунга» публиковала материалы по строительству Северного потока-2. Из них следует, что в период с 2014 по 2022 год два правительства канцлера Ангелы Меркель активно продвигали запуск Северного потока-2, порой игнорируя опасения ЕС и США. После этой публикации в партии «Зеленый», которая входит в правящую коалицию, даже призвали создать парламентскую комиссию для расследования обстоятельств строительства Северного потока-2. Но в Социал-демократической партии Германии эту инициативу отвергли. Правительство Шольца остановило сертификацию Северного потока-2. А 26 сентября 2022 года произошли диверсии на Северном потоке и Северном потоке-2. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Северного потока Нордстрям сообщал, что разрушение на газопроводах беспрецедентное и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было.